Здравствуйте, ребята! Сегодня с вами на уроке окружающего мира я, Петренко Наталья Николаевна. И начнем мы сегодня с вами с воспоминаний о том, что на какой планете мы с вами живем, и как называется наша планета. Вспомните. Ну, я думаю, вы все вспомнили. Наша планета называется Земля. Обратите внимание, вот так выглядит наша планета из космоса. А вот так мы с вами видим все вокруг себя. То есть наша планета, на нашей планете находятся растения, животные, камни, солнце. Все это мы видим вокруг себя. Как это назвать одним словом, ребят? Верно, природа. Вот мы сегодня с вами и поговорим о природе. Ребята, к нам сегодня прилетел листик для того, чтобы спросить, что же относится к живой природе, а что нет. Давайте попробуем с вами сегодня это выяснить. Поможем листику? Ну, конечно, поможем. Обратите внимание на две картинки. Предметы на одной картинке и на второй картинке справа и слева. Скажите, пожалуйста, что объединяет эти две картинки? Верно, все эти картинки мы можем увидеть в природе. А теперь в чем различие между этими картинками? Справа у нас создана руками человека, а слева создана природой. И сегодня, конечно, мы с вами узнаем, что же такое природа и на какие части делится наша природа. Вот посмотрите, мы с вами говорили, что природа – все, что нас окружает. Давайте уточним это понятие более четко. Раз создана руками человека у нас не подходит к понятию природы, значит, давайте я вам помогу. Итак, природа – это все, что нас окружает, но не создано руками человека. Дети, есть такая наука, биология, в переводе с греческого – биос, жизнь, логос, наука. Давайте мы сегодня побудем маленькими биологами и узнаем, на какие же части у нас делится наша природа. И как она связана, как эти части связаны между собой. Посмотрите внимательно на семечко. Вот мы посадили семечко. Что с ним произошло? Да, оно выросло, то есть из семечка превратилось во взрослое растение. Соответственно, ключевое слово здесь – растут. Дальше посмотрим. Родился человек. Посмотрите, что с ним произошло? Человек вырос. То есть, опять ключевое слово здесь – растут. Обратите внимание, все живые организмы растут. А вы мне скажете, а почему живые? Вдруг это не живые организмы? Нет, ребята, вы же считаете себя живыми. Ну, конечно. А тут изображен человек. Значит, это все-таки относится к живой природе. Хорошо. Давайте мы с вами, как настоящие ученые-биологи, будем все конспектировать и запишем. Итак, первое – это живая природа. Признаки живой природы растут, живые организмы. Переходим дальше. И смотрим опять на наше семечко. Вот мы его посадили. Вот она выросла. Что оно нам дает? Плоды? Конечно. Обратите внимание, мы и сажаем-то растения для того, чтобы получать урожай. Вот представьте себе, посадили вы семечко, вырос подсолнух. И у подсолнуха одно семечко? Нет, конечно. Естественно, там много. То же самое. Посадили мы клубень картофеля. И, естественно, получаем урожай, чтобы было много. Вот запомните это слово. Живые организмы размножаются. То есть их становится много. Это на примере растений. Давайте посмотрим на примере животных. Итак, курица снесла яйца. Из нее вылупились цыплята. Курица одна? Одна. А цыплят много-много. Значит, животные размножаются. Или по-другому еще можно сказать. Дают потомство. Переходим дальше. Записываем. Не забывайте, вы у меня сегодня ученые-биологи. Вы все конспектируете. Итак, признаки живой природы у нас растут и размножаются. Поехали дальше. Естественно, ребята, для того, чтобы расти, нужно кушать. Вы кушаете по утрам, завтракаете, обедаете и ужинаете. Правда? Так вот, живые организмы тоже, ребята, питаются. Растения питаются. Для того, каким образом. Ну, давайте, может, кто-нибудь из вас знает. Мы поливаем, правильно, растения? Поливаем. И отсюда питательные вещества заходят в растение. И таким образом растение растет. Животные тоже питаются. Ну, и, как я вам сказала, вы тоже кушаете для того, чтобы расти. Соответственно, следующий пункт у нас. Живые организмы питаются. Запишем его в наш список. Поехали дальше. А теперь закройте глазки и вот так вдохните. Что мы сделали? Мы дышим, ребята. Точно так же дышат. И растения, и животные. То есть мы потребляем кислород, а выдыхаем углекислый газ. Так, мои ученые-биологи, вы записываете следующее. Дышат. Отлично. Переходим. Записали в наш список. Переходим дальше. Вспомните наше растение. А если мы его перестанем поливать, что с ним случится? Как вы считаете? Да, ребята, оно засохнет. А еще одно слово. Погибнет. И очень неприятное, но так оно есть. Умрет. Да, ребята, живые организмы, к сожалению, иногда умирают. Запишем и этот пункт в наш список. Так, мы сегодня посмотрели о том, что ученые, да, ученые и вы, как ученые-биологи, записали пять признаков, основных, ребята, признаков живой природы. Это растут, размножаются, питаются, дышат и умирают. Отлично. Переходим дальше. А теперь посмотрите сюда. Скажите, пожалуйста, что изображено на рисунке? Ну, естественно, вы скажете, это сосулька, да? А давайте подумаем сейчас с вами. Это живой организм? Вспомните наши пять признаков? Давайте подумаем. Растут, размножаются, питаются, дышат, умирают. Сосулька растет? Ну да, можно, в принципе, сказать, что сосулька растет, естественно. Дальше. Сосулька умирает? Ну, когда растает, тоже умирает. А вот размножается, питается, дышит сосулька? Да ну, конечно же, нет. Естественно. Ну, как же она может размножаться, питаться и дышать? Соответственно, такие объекты относятся, ребята, к неживой природе. Если не подходят эти пять пунктов, а всего лишь к сосульке нам подошли всего два пункта, а этого мало, значит, это у нас, ребята, неживая природа. Переходим дальше. Смотрим. Итак, природа мы определили, что делится на живую и на неживую. Еще раз внимательно посмотрите на эту картинку и представьте себе, можете где-нибудь даже на бумажке записать, что относится к живой, а что относится к неживой природе. Определили для себя? Давайте проверим. Итак, природа делится у нас на живую и на неживую. К живой природе относятся, проверяйте у себя, человек, грибы, рыбы, растения, звери, насекомые. А теперь к неживой природе. Солнце, звезды, воздух, камни, осадки, вода. Проверили? Дополните свой список, если вдруг у вас что-то не совпало. Ну, или перенесите из одного столбика в другой столбик. Хорошо, поехали дальше. И вернемся мы с вами, дети, к нашему растению. Посмотрите внимательно на наше растение. А если его не поливать? Мы говорили, что оно засохнет. Правильно. Или вообще просто не вырастет, верно? А если не будет у нас солнышка и тепла? Оно тоже не вырастет. А если не будет воздуха? Оно просто не сможет дышать. Вот представьте себе, вдруг исчезла вся неживая природа. Нету ни солнца, ни воздуха, ни воды. Как вы считаете, что может произойти с живой природой? Ну, конечно, ребят, она тоже вся погибнет. И мы тоже исчезнем. Правильно? С планеты Земля. Соответственно, все это, дети, между собой связано. Живая и неживая природа тесно связана между собой. Поехали дальше. Итак, мы с вами, не забывайте, ученые-биологи, мы с вами исследуем, а теперь будем проверять, получилось ли у нас или не получилось. Итак, посмотрите внимательно, к какой из данных групп относится белка? Я уверена, вы обязательно скажете правильно. Это живая природа. Конечно же. Смотрим дальше. Какой из данных групп относится солнце? И с этим вы справитесь. Молодцы, конечно, это же ведь неживая природа. Дальше идем. И с какой из данных групп относится велосипед? Велосипед? Справились? Ну, естественно. А велосипед вообще не относится к природе, да, дети? Почему? Потому что он сделан руками человека. Надеюсь, вы увидели это, да? Молодцы! Так, а теперь задание посложнее. Посмотрите внимательно на эти рисунки. Какой рисунок из них, ребят? Лишний. Догадались? Молодцы! Давайте. Это холодильник. Конечно, убираем его. А почему он лишний? Да потому что он сделан руками человека и к природе никакого отношения не имеет. Переходим дальше. Вот как. Вот как разделились остальные объекты, да? Посмотрите, это живая природа, а это неживая природа. Надеюсь, вы это увидели. Верно, дети? Конечно, потому что к этим объектам можно отнести наших основных 5, помните, пунктов? А вот к этим объектам невозможно отнести никакие 5 пунктов. Верно, ребята? И, конечно же, посмотрите внимательно. Наша планета, она очень богатая, но ее надо беречь и пользоваться ее богатствами, ребята, очень разумно. Я надеюсь, вы так и будете делать. Давайте посмотрим. Вот он, наш листочек. Что он нам скажет? Действительно ответили мы на его вопрос или не ответили мы на его вопрос? Как он нам? Что нам скажет? Спасибо вам, ребята. Я думаю, конечно, ответили. А раз мы ответили на его вопрос, значит, мы точно теперь знаем. Верно? Давайте вспомним. Итак, что такое природа? Природа – это все, что нас окружает, но не сделано руками человека. Надеюсь, вы это запомните. И еще природа делится на живую природу и неживую природу. Верно? Давайте вспомним 5 признаков живой природы. Итак, растут, питаются, дышат, размножаются, умирают. Верно. И только эти 5 признаков должны относиться к живой природе. Если какие-то признаки не относятся, если, точнее, у объекта всего 2 признака относятся, конечно же, это будет уже неживая природа. Вы помните, что живая и неживая природа очень тесно взаимосвязаны. И если исчезнет неживая природа, мы тоже с вами, к сожалению, не сможем выжить на этой земле. И как ученые и настоящие биологи, я думаю, вы сегодня мне очень помогли. До свидания, ребята. Спасибо.